несколько слов об идиотах какой самогон в каком количестве самогон не водка самогон я не оговорился в каком количестве самогон производит премьер-министр с чем поймали несчастного шофера который вез ручной самогон руками сделаны в том числе руками премьер-министра на саммит в казань чтобы угостить всех гостей государственных персон гостей нашей страны настоящим самогоном старинного русским рецептом это фантастика чем занимаются наши в том числе и высшие руководители я сейчас не шучу я и кретинами называю идиотами как мне по-другому сказать а в облаве о том как шофер объяснял откуда ящики с этим то сказать напитком замечательным под 60 градусов в том числе без документов под занавес саммита брикс в казани в центре скандала оказывается кто премьер-министр я прошу вот эту часть моего рассказа считать официальным запросом прокурору правда это или нет если правда прошу сказать как есть если фейк значит мы оговоримся что это неправда силовики задержали автомобиль который в огромном количестве перевозил самогон целый самосвал же премьер-министр решил угостить всех участников брикс они же принимающая сторона подарок так сказать сделать или же целый вагон подарков машины ей друг полицейские и останавливают а у шофера нет никаких документов на эту паленую может не паленую а пойди пойми что это такое алкоголь таск без документов и так оказалось необычай необычная продукция и там мараловая настойка но самогон марала мараловка на рогах мара 144 бутылки в подарок на чайном грибе только для друзей 66 бутылок конопляная но какой есть рецепт я правом пера слышу конопля это та самая конопля которая пардон запрещена как наркотическое средство я чужу премьера наркотики извиняюсь самогонку идут на конопле настаивается будет интересный рецепт старая наверно уж совсем я не знаю ничего про такой рецепт ну я может что не понимаю но конопляной было 154 бутылки а всего огромная фура и все это упейтесь дорогие гости саммита брикс вот о такой стороне так сказать с конопляной и и прочими бутылками об этом никто говоря брикс ни слова не сказал но у водителя еще раз не было на этот специфический товар никаких сопроводительных документов в открытых базах такого товарного знака нет такой водки нет ничего нет конопли нет все запрещено а вот она фура и теперь водитель как я понимаю будет отвечать за весь саммит что это из-за производителя водки премьер-министр еще один скандал но какого уровня подпольное производства раз нет торгового знака за патентом у значит подпала из-под попалою делается но промышленный объем от сотни бутылок цельная фура о как интересно у нас премьер-министры разные вообще представить чтобы алексей николаевич косыгин премьер-министр советского союза великий косыгин который сорок первом году несколько тысяч заводов эвакуировал фактически в одиночку и не просто их вывез спас от наступающего гитлера но и развернул казахстане в сибири под открытым небом мы потеряли всего 8 процентов уровня промышленности за войну 8 всего 8 процентов кайдара чуба из гораздо больше потеряли но представить что у косыгина есть собственное подпольное производство конопляной или у николая тихонова даже у инагента касьянова там конечно свои были истории особенно с самолетами связанные но чтобы вот так водку производить для друзей для саммита да еще и угощать а если я бы извиняюсь они на саммите отравились все наши высокие гости то ведь и не только из китая были руководители но и нашей страны на конопляную это принимающая сторона а документов нет и чё тогда спрашивать с кого с водителя новый скандал который может закончиться предполагаю я караулов уголовным делом если опять-таки мы с вами мы в том числе не будем молчать